Все успешные люди благодарят Вселенную за то, что у них есть. Вопрос, Роман, ну а если все плохо, если денег нет, а если какая-то беда, ну как можно благодарить? За что? Всегда есть за что поблагодарить. Если у тебя есть голова на плечах, будь благодарен за это. Поблагодари за эту Вселенную. У тебя семья, благодари за это. Если у тебя есть стакан чая на столе, благодари за это. Если ты утром проснулся и встал на свои ноги, за это уже нужно благодарить. Научитесь быть благодарным. Благодарите за все благо, которое есть у тебя. Если ты сегодня здоров, жив, у тебя глаза открыты, будь за это благодарен. Это мощная энергия, я даже скажу, это самая мощная энергия, которая притягивает успех. Нужно научиться быть благодарным за все и благодарить каждый день. Казалось бы, легко благодарить, когда у тебя все хорошо. А когда что-то не складывается, в тяжелые времена большинство людей концентрируются на негативе, концентрируются на своих проблемах. И это большая ошибка. Запомните, свое нынешнее положение вы заработали раньше именно своими негативными мыслями. То, что у вас есть сейчас, это результат вашего мышления того, что было раньше. Если вы будете зацикливаться на негативе, если вы не будете благодарить за то, что у вас есть, вы и придете к тому, что у вас есть сегодня. Для того, чтобы изменить завтра, и чтобы быть успешным, счастливым и богатым завтра, нужно начинать благодарить уже сейчас. Вы сами приписываете своей жизни окрас, положительный или отрицательный. То, что у вас есть сегодня, это результат ваших мыслей, которые были раньше. Если ты завтра хочешь что-то изменить, тогда ты должен поменять свое мышление именно сейчас. Завтра, через неделю, через месяц, через год, вы получите именно то, над чем вы начали работать именно сегодня. Когда вы будете активно благодарить Вселенную за то, что у вас есть сегодня, это привлечет в вашу жизнь еще больше хорошего. И это один из самых мощных столпов привлечения успеха в вашу жизнь. Поэтому осознанно и настойчиво начинайте создавать свою жизнь прямо сейчас. Я постоянно говорю о силе позитивного мышления. Ну, как это сделать? В нашей жизни ведь много событий, и у каждого человека в голове есть два советника – негативные и позитивные. Каждый человек борется сам с собой. Один ему подсказывает, что все хорошо, все классно, у тебя получится, а другой с ним спорит. Да это зря, да у тебя не получится, да сорвется, да ты недостоин, да и так далее, и так далее. В той или иной ситуации одни голоса звучат громче, другие – тише, потом наоборот. И в человеке возникает какой-то конфликт, в человеке возникает какая-то неуверенность. Порой внутренний голос, который тебя останавливает, он иногда бывает полезен, потому что он защищает тебя, иногда спасает тебе жизнь. С одной стороны, он тебя защищает, а с другой стороны, он тебя останавливает, останавливает твой пыл. Твой страх – это как змеиный яд. В больших количествах он может убить, а в малых количествах он стимулирует развитие организма, он лечит, он способствует развитию. Поэтому здесь нужно, конечно, знать меру. Возьмите за правило и научитесь прерывать свои негативные мысли, принимать решения или заменять эти мысли позитивными. Многие люди часто поддаются негативным мыслям, поддаются влиянию или давлению своих друзей, может быть, даже родственников, и они упускают свои возможности. Они упускают руки, теряют мотивацию и перестают двигаться. Когда вы состаритесь, то вы будете жалеть о том, чего вы не сделали.